Этот кубок с последнего чемпионата. Я очень долго к нему стремилась и хотела его завоевать. Также здесь многие мои кубки и вот на этой полочке тоже. Вот этот кубок из Китая. Я помню, как мы его с мамой долго везли в большой коробочке и он мне очень дорог. Чемпионат России по теннису прошел в Казани. Анастасия рассказала, что это значимый для нее город, в нем ей легче играть. Так и произошло. Я играла 5 матчей и один из них был очень долгий, где-то 3,5 часа. Сопернице оставалось только один мяч, чтобы выиграть этот матч. И в итоге я смогла отыграть и выиграла. И после этого я поняла, что я вообще непобедима. Финал чемпионата России проходил между рязанскими спортсменками, воспитанницами Академии тенниса имени Озерова Анастасией Гасановой и Дарьей Мишиной. За игрой онлайн наблюдала тренер Анастасии Елена Брюховец. Она же один из первых тренеров спортсменки. Много у нас было попыток выиграть чемпионат страны. Наконец-то это случилось. Чему мы очень рады, потому что она была и в финале, и в полуфинале. Занимала третье место, выигрывала пара. Была в миксте призером, но с одиночкой никак мы все время останавливались. Либо в шаге, либо в полушаге от победы. И это случилось очень приятно. Тем более условия были очень необычные. Очень много работы ей пришлось сделать. Эта самоподготовка, так как все было закрыто и был очень длинный карантин. Но она молодец и с достоинством вышла из этой ситуации. Елена Брюховец рассказала, что Настя всегда показывала отличные результаты. Как в юниорском теннисе, так и во взрослом. Сейчас у спортсменки восстановительный период, а после новые соревнования. На следующей неделе Анастасия отправится в Египет на международный турнир по теннису. До этого она уже привозила кубок за первое место с чемпионата в Китае. Из всех кубков, выставленных в музее Академии тенниса, уже небольшой шкафчик можно смело посвятить Анастасии. Директор Академии Антон Князев рассказал, что здесь представлена только одна сотая всех наград. Каждому спортсмену хочется забрать красивый кубок себе. Всего в Академии тенниса имени Озерова занимаются больше 200 человек, 40 из которых члены сборной Рязани по теннису. У нас за, опять же скажу, 5 лет 25 мастеров мы выпустили и 15 членов сборных команд России по разным возрастам подготовили. У нас 18 кортов, 2 тренажерных зала, то есть все достаточно, даже можно сказать, по мировым стандартам серьезно. Также являемся мы, вошли в инновационную площадку, это единственная теннисная академия России, и вот за два последних года два федеральных гранта мы выиграли в форме субсидий. Это учреждение единственное в Центральном федеральном округе дает такие высокие показатели. За время существования Академии на ее базе было проведено множество турниров. Проходят международные турниры, такие как Кубок Кремля и Кубок Озерова. Кроме того, это единственная в стране инновационная площадка по теннису. Двери Академии открыты для всех, кто любит теннис и ведет спортивный образ жизни. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».